Прежде всего, хочу сказать, это здорово, что наши теннисисты смогли взять медали на Олимпиаде, особенно учитывая, что прогнозы были не самые оптимистичные. Да, аппетит приходит во время еды, и наши были близки, чтобы выступить еще лучше, но тот результат, который мы имеем, весьма достойный. Ну а теперь давайте по порядку и начнем с главного. Серебро в одиночном разряде от Хачанова, кто бы что ни говорил, это мега результат. Финал, конечно, получился совсем не таким, как мы его ждали, но имеем, что имеем. Зверев, конечно, показал очень хорошую игру по ходу всего турнира, не зря же он выбил самого Новака Джоковича, но в финале, скорее, стоит отметить, что Хачанов просто в какой-то момент упустил нить игры, и соперник ему уже не позволил вернуться в эту игру. Конечно, очень жаль, ведь золото было так близко, но ничего страшного, серебро очень достойный результат. Также весьма неожиданно и досадно, что наша женская пара Кударметова-Веснина уступила в финале бразильянкам, но, как мне уже доводилось говорить и ранее, теннис в парных разрядах очень часто нелогичен. А вот зато в миксте мы взяли все, что могли, в упорном противостоянии Павлюченкова и Рублев взяли золото, а Веснина уже в паре с Карацевым взяла серебро. Ну что тут можно добавить? Конечно, немного обидно, что Веснина так близко была к золоту два раза, но не смогла в итоге его взять, но Веснина и так является олимпийской чемпионкой в парном разряде. Напомню, что в Рио в 2016 году в паре с Катей Макаровой Веснина взяла золото, а бывших олимпийских чемпионов, как известно, не бывает. Есть небольшая досада, могли взять больше, все это понимают, но это спорт, победы по заказу не штампуются. Наши теннисисты показали достойнейший результат, за что им огромное спасибо. А мы напоминаем вам, что если вы перейдете по ссылке в описании и введете промокод LSTribune, то 1xbet подарит бонус до 6500 рублей на первый депозит. А это был Live Sporting Tribune, спасибо за внимание.